Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале UK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами продолжаем развивать свой английский словарь, пополнять его количество. И работаем мы с вами на основании первое – это толкование, и второе – это синонимов. Сегодня у нас урок номер 62, в котором мы разбираем слово lag, недостаток, это существительное, и слова очень близкие к нему по значению. Интересный, кстати, довольно-таки урок. Смотрите, какие слова мы сегодня разбираем. Помимо lag – это слова shortage, deficiency и deficit. Слово дефицит мы с вами знаем, причем вот я его помню очень хорошо с детства. Для меня дефицит – это пустые полки в магазинах. Давайте с вами все-таки посмотрим на, скажем так, первоисточник данного слова. Оно к нам пришло, естественно, скорее всего, с английского языка, и посмотрим, что же означает каждое из этих слов. Lag – the fact that you do not have something. Lag – это факт того, что у вас чего-то нет. Смотрим, как это работает в контексте. The children are suffering from a lack of food. Дети страдают от отсутствия еды. A lack of food – отсутствие еды. Обратите внимание, что если вы говорите, что чего-то нет, то есть отсутствие какого-то предмета, вы говорите a, lag, of и что-то там. После о указываете тот объект, которого у вас нет. The children are suffering. Дети страдают. То есть мы можем себе сразу представить ситуацию, какая-то может быть, я не знаю, страна бедная, где людям нечего есть, и прямо сейчас вот там страдают эти бедные ребятишки. То есть они уже страдают какое-то время, то есть процесс продолжается. The project was cancelled through lack of funds. Проект был отменен из-за недостатка средств, недостатка финансирования. Project, проект, тут понятно. Was cancelled. Был отменен. Cancel – это отменить что-либо. Видим, что здесь используется пассивный залог. Be cancelled – быть отмененным. Was cancelled – был отменен. То есть мы не знаем, кто приостановил этот проект. Может быть, руководство, может быть, какие-то, я не знаю, вышестоящие органы. В общем, словом, это неизвестно. Поэтому здесь используем пассивный залог. The project was cancelled. Из-за какой причины это случилось? Through – и объясняем причину. Through lack of funds. Из-за недостатка или отсутствия фондов, финансирования. Fund – можем переводить русским словом фонд, но все-таки подразумевается, что это фонд, из которого шло финансирование. Поэтому в данном случае я имею право переводить данное предложение и данный оборот – a lack of funds – как недостаток финансирования. Далее, друзья, мое слово – shortage. Ну, я знаю, я думаю, что вы знаете оборот – be short of something, когда у вас чего-то нет, когда вам чего-то не хватает. Есть существительное – shortage. The fact that you do not have something you need. Очень близко по значению слова. Shortage – это когда вам не достает этого, а оно вам очень нужно. То есть, lack – это просто чего-то нет, вообще нет. А здесь вот есть вот этот приплетается контекст. Мне бы очень этого хотелось, но у меня этого нет. Something you need. Вам что-то очень нужно. But you do not have it. Но у вас этого нет. A shortage of skilled staff. Нехватка квалифицированных кадров. Так, давайте посмотрим. Shortage – удобно здесь переводить словом «нехватка». То есть, вам нужны хорошие квалифицированные кадры. Но вам их не хватает. You have a shortage of… И указываем этот термин. Skilled staff – квалифицированные кадры. Skilled – это кто-то, кто имеет достаточное умение для чего-то. Слово staff – это сотрудники или кадры в компании. Соответственно, skilled staff – в русском языке используется связка «квалифицированные кадры». В английском – skilled staff. A shortage of skilled staff. During the war, there were food shortages. Во время войны была нехватка еды. То есть, еда была нужна, это понятно. И ее не хватало. There were food shortages. Обратите внимание, что shortage, видите, здесь оно в единственном числе. A shortage. Так же, кстати, как и lag. Но можем использовать во множенном числе. Кстати, можно в русском языке брать такой вариант, как перебои. Перебои с едой. Food shortages. Food – соответственно, еда. Ну, что здесь еще? During – во время. То есть, slack и shortage разобрались. Очень похожие слова по значению. Ну, но все-таки небольшие отличия имеются. Далее, друзья, мои слова deficiency. Deficiency means not enough of something needed to make someone or something healthy or complete. Deficiency – это недостаток чего-то, что необходимо для какой цели? Для того, чтобы кто-то был здоровым, либо что-то было завершено. То есть, полное или укомплектованное. Это deficiency. Недостаток, которого не хватает, в общем, до какого-то идеального состояния. Their diet has a deficiency of calcium or has a calcium deficiency. Тут два предложения. Давайте скажем их по отдельности. Their diet has a deficiency of calcium. Their diet has a calcium deficiency. Оба варианта имеют одинаковый смысл. Итак, diet – это питание. Не обязательно переводить слово diet как диета. Мы уже с вами это знаем. Their diet has. Их питание имеет. Что оно имеет? Оно имеет недостаток кальция. Calcium – кальций. A deficiency. Как недостача. Этого недостает для того, чтобы питание было полноценным. То есть, это не просто вообще у них нет этого кальция, они его не принимают. Нет, скорее всего, принимают. Но если бы было еще чуть больше, то было бы вообще вау. То есть, deficiency – как говорится, то, чего не хватает до совершенства. И слово deficit – я вам уже рассказывала о нем. То есть, аналог русского слова deficit. Deficit – an amount by which something is less than it should be. Итак, что же такое дефицит? Это когда количество того, что есть, этого недостаточно. И этого меньше, чем должно было бы быть. Поэтому вот я вам когда говорила о дефиците. Заходишь в магазин – пустые полки. То есть, что-то на этих полках было. Но по сравнению с тем, сколько было клиентов, которые желали купить продукт, продукта недоставало. То есть, продукт был в дефиците. The amount of it was less than it should have been. То есть, на тот момент продукта, когда заходила в магазин и видела эту пустую полку, у продукта было меньше, чем его должно было бы быть. Это дефицит. Наверное, выражаясь экономически, можем сказать, что спрос превышает предложение. Вот это дефицит. Компания сообщила о том, что у нее 2-миллионная недостача на счетах. То есть, проверили счета, опа, и выяснилось, что куда-то 2 миллиона просто улетели. 2-миллион-паунд дефицит. Так, the company announced. Компания объявила. Тут уже пришлось сообщить об этом. О чем она объявила? Она объявила о дефиците. Какой это был дефицит? 2-миллион-паунд дефицит. 2-миллионно-фунтовый дефицит. Или нехватка, недостача 2-миллиона фунтов. Где? In its accounts. На их счетах. Account, соответственно, счет можем понимать и как банковский. Счет в том числе. Вся слово account, счет используется довольно-таки в широком смысле в современном английском языке. Друзья мои, давайте еще разочек повторим. Synonyms. Синонимы, которые мы разобрали. Lack, shortage, deficiency и deficit. И краткое повторение. Lack, the fact that you do not have something. Нехватка, отсутствие – это факт того, что у вас чего-то нет. The children are suffering from a lack of food. Дети страдают от отсутствия еды. The project was cancelled through lack of funds. Проект был отменен по причине отсутствия финансирования. Shortage, the fact that you do not have something you need. Нехватка – это факт того, что у вас нет того, что вам нужно. A shortage of skilled staff. Отсутствие квалифицированных кадров. During the war, there were food shortages. Во время войны были перебои с едой. То есть, еды не хватало. Deficiency. Not enough of something needed to make someone or something healthy or complete. Нет достаток, нехватка чего-то. Это когда не хватает чего-то, что нужно для того, чтобы кто-то был здоров или что-то было укомплектовано. Полностью завершено. В их питании недостаток кальция. Дефицит – это то количество чего-то, при котором его меньше, чем должно было бы быть. The company announced a 2 million pound deficit in its accounts. Компания объявила о недостаче в виде 2 миллионов фунтов на их счетах. Ну что ж, друзья, мы видим, что опять же, как в общем-то и часто бывает, у нас не хватает русских слов для того, чтобы покрыть те значения, которые вкладывают англоговорящие люди в свои слова. Поэтому приходится работать от толкованиями. Именно поэтому я считаю данный способ достаточно эффективным. Вы вынуждены отвязаться от родного языка, потому что у вас просто нету таких слов в арсенале. Поэтому приходится сразу учить их на английском языке. Надеюсь, друзья, мой урок вам понравился. Следите за новинками на моем канале и ждите новых уроков в данном плейлисте. Желаю вам успехов в изучении английского языка. И до скорой встречи, друзья мои. Bye-bye.